Это сквозно американский эфир из Нью-Йоркской студии РТВА. Я Диана Лесничья. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 июля. И сначала главные новости дня коротко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА США выделят дополнительно 380 миллионов долларов на гуманитарную помощь Африке. О новом пакете сообщил Госдепартамент. Это станет дополнением к 4 миллиардам долларов гуманитарной помощи, выделенной и ранее. Деньги призваны помочь беженцам, внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим от конфликтов и кризисов на африканском континенте. Торнадо в Северной Каролине серьезно повредил завод «Файзер» и несколько других сооружений. Стихийное бедствие также стало причиной перекрытия крупной автомагистрали между штатами и ранения более десятка человек. Президент Стэнфордского университета Марк Тесье Лавин уходит в отставку. Независимая проверка обнаружила серьезные недостатки в исследованиях, которые он курировал на протяжении десятилетий. Инициатором проверки стал первокурсник. Северной Каролине Пауэр выступила перед прессой на Софийской площади украинской столицы по завершении своей миссии в этой восточноевропейской стране. Мы должны вмешаться. Я имею в виду то, о чем я объявила в Одессе, о намерениях сделать немалые инвестиции. Их размер 250 миллионов долларов. И это те обязательства, которые мы на себя берем. Около трети зарегистрированных фермеров Украины получат средства на приобретение семян, удобрений, а также на их хранение в специально оборудованных местах. Для этого и предусмотрены 100 миллионов долларов государственных вливаний. Оставшаяся сумма – это привлеченные десятки миллионов из частного сектора. Говорят про военную помощь Киева. Здесь весомые деньги предлагают на сельское хозяйство. Насколько может помочь Украине этот транш? Вы знаете, главное здесь нужно понять вот какую вещь. То, что этот транш 250 миллионов долларов, он был предоставлен как раз в тот самый момент, когда путинская Россия вышла из так называемой зерновой сделки, которая, в общем-то, нужна была Украине. В прошлом году она была заключена через посредство вот дорогого друга Путина Эрдогана. А сейчас Россия выходит из этой сделки. О чем речь идет? О том, что сейчас уже по Черному морю будет небезопасно вести вот это украинское зерно. Самый дешевый способ его доставки. И теперь вот эти вот 250 миллионов долларов, если мы внимательно посмотрим, на что они должны потратиться, это как раз вот на помощь украинским фермерам, а главное на обеспечение логистики. То есть переориентировать поставки зерна с Черного моря на другие направления. А таких направлений будет три. Первое – это в Румынии порт Констанца. Второй момент, второе направление – это Дуна, это уже будет парикет украинское зерно направляться на другие страны. И третий момент – это по железной дороге. Вот прежде всего на это будут направлены эти средства. Их будет достаточно. Самое интересное – да, я думаю, это будет достаточно, но это займет достаточно долгое время, извините за тавтологию. Хотя бы 6-7 месяцев требуется, чтобы вот эту логистику установить. И поэтому Зеленский вот сегодня утром как раз он на суде Путина, он потребовал от Турции, в общем-то, обеспечить конвой для прохода украинских торговых судов. Но это, конечно, риторическое заявление. Почему? Потому что Эрдоган на это не согласится. Потому что Эрдоган выступает в роли такого вот нейтрального посредника. И вы знаете, самое интересное, я хочу сказать, это может быть интересным нашим зрителям, слушателям, надо будет знать. Что ведь главный покупатель украинского зерна, вы знаете кто? Это не какая-то Черная Африка. Вот обычно говорят о 14 странах Черной Африки. Главный покупатель украинского зерна это Китай, который покупает 25% вот этого всего зерна. А вторая страна, которая покупает украинское зерно, это знаете кто? Это Турция. Она покупает 10% украинского зерна. Но вот а может ли Турция, как в прежние времена, снова сыграть роль такого посредника в переговорах с Москвой? И вообще каковы перспективы по вашему истории с зерновой сделкой? Вы знаете, я склоняюсь к тому, что вот Путин опять-таки, он просто сделал это голословное заявление для того, чтобы повысить свой геополитический авторитет, который пошатнулся в связи вот с этим вот так называемым мятежом Пригожин. И поэтому он заставляет сейчас о себе говорить. Я думаю, Эрдоган выступит опять посредником, потому что это же выгодно Турции, это выгодно Китаю. А Путин не будет наказывать своих дорогих друзей. У меня такое мнение, что где-то в августе Россия опять так или иначе присоединится к этой сделке. Но ведь, понимаете, вот эта неопределенность, она вынуждает как раз вот американских представителей, а именно Саманта Пауэрс, о которой мы сейчас говорили, именно обеспечивать переориентацию всей этой зерновой логистики с Черного моря на Европу по этим трем направлениям, о которых я говорю. Спасибо большое за ваш комментарий. Напомню, Андрей Знаменский, профессор политологии университета Мемфис, был в нашем эфире. Мы идем дальше. Республиканцы в Конгрессе выдвигают обвинения в адрес президента Байдена и его семьи. В фокусе финансы и налоги. Накануне информаторы из Федеральной налоговой службы дали показания в Палате представителей по возможному неправомерному вмешательству Министерства юстиции, в расследование фигурантом которого стал сын действующего президента Хантера. За ходом событий следил Сергей Нерубенко. Законодатели заслушали двух сотрудников налогового управления США, которые занимались делом Хантера Байдена. Грег Шепли, ведущий крупные дела ВРС и его коллега, который представился законодателем как Джо Зиглер, расследовали неуплату налогов сына президента. Примечательно, что имя и фамилия Зиглера не были указаны в стенограммах, опубликованных ранее республиканцами. В бумагах Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Зиглер значился разоблачителем Х с пометкой, что в налоговой службе он с 2010 года. В нашей стране мы верим в верховенство закона, и это относится ко всем. Не должно быть двухуровневой системы правосудия в зависимости от того, кем вы являетесь и с кем связаны, как в этом случае. Основываясь на своем опыте, я хочу сказать вам, что работа прокуратуры штата Делавер и Министерства юстиции по налоговому расследованию дела Хантера Байдена сильно отличалась от любого другого дела за 14 лет моей работы в Федеральной налоговой службе. Одно из наиболее громких утверждений агента Шепли заключается в том, что прокурор штата Делавер Дэвид Вайс, возглавлявший следственную группу, попросил предоставить ему статус специального прокурора, чтобы возбудить налоговые дела против Хантера Байдена в юрисдикциях за пределами Делавера, включая округ Колумбию и Калифорнию, но получил отказ. Министерство юстиции развернуло кампанию по затягиванию, разглашению и отрицанию результатов этого расследования. Задерживали следователей в течение многих лет, что привело к истечению срока давности по многим преступлениям. Разглашали ключевые детали расследования адвокатом Байдена и даже переходной команде президента. Лишали следователей возможности проверять подлинность улик, вручать ордера, допрашивать свидетелей и предъявлять обвинения. Все это привело к заключению выгодного для Хантера Байдена соглашения, о котором было объявлено спустя пять лет после начала расследования. Минюст США обвинение информатора отвергает. Демократы в комитете опровергают заявления разоблачителей о том, что Хантер Байден был на особом положении, поскольку его отец выступал кандидатом в президенты на предстоящих в 2020 году выборах. Законодатели от Демпартии указывают и на то, что прокурора Вайса назначил на этот пост республиканец Трамп. И федеральное расследование в отношении Хантера Байдена было начато при бывшем главе Белого дома. После победы на выборах Байдена Вайс остался на своем посту. Главный демократ в комитете, представитель штата Мэриленд Джейми Раскин, назвал слушание театром абсурда. В отличие от вопиющего злоупотребления президентом Трампом верховенством закона в отношениях между президентом и Миньюстом, нет никаких доказательств того, что президент Байден каким-либо образом участвовал в расследовании в отношении собственного сына. Расследование, которое курировал назначенный Трампом прокурор США. Что бы ни говорили мои коллеги-республиканцы, и я оценю показания наших сегодняшних свидетелей, нет никаких доказательств того, что Хантер Байден получил какие-либо официальные поблажки в ходе расследования за то, что он сын Джо Байдена. Напротив, более 10 миллионов американцев подали налоговые декларации, но не заплатили налоги. Именно в этом преступлении Хантер Байден признает себя виновным. Второй разоблачитель Джо Зиглер заявил, что был раздосадован тем, как велось дело, начиная еще с администрации Трампа при генеральном прокуроре Уильяме Барри. По словам сотрудника налогового ведомства, он начал расследование в отношении Байдена-младшего в 2015 году и подробно ознакомился не только с финансами, но и с жизнью сына нынешнего главы Белого дома. При этом Зиглер заявил членам комитета, что решил выступить в роли разоблачителя не как герой или жертва. Недавно я обнаружил, что вызываю большое доверие у людей, потому что я демократ, который еще и женат на мужчине. На самом деле мой авторитет сегодня обусловлен моим опытом работы в налоговой службе и глубоким знанием стандартов и процедур этого ведомства. Республиканцы пытаются допрашивать не только налоговиков. Показания также дал бывший агент ФБР, имя которого не называется. В комитете утверждают, что он был вовлечен в это дело. Однако другие свидетели отказались выступить перед членами комитета. Белый дом и демократы хотели бы, чтобы американцы считали, что наше расследование основано на теориях заговора. Но у нас есть факты, и наш комитет продолжает вскрывать новые свидетельства коррупции первой семьи. Байден и ставит себя на первое место, а американцев на последнее. Мы будем продолжать идти по денежному следу и предоставлять ответы, прозрачность и подотчетность, которых требуют и заслуживают американцы. В ответ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила законодателей республиканцев в увлечении политическими трюками, в то время как президент-демократ, не покладая рук, продолжает трудиться на благо американского народа. Если посмотреть на то, чем президент занят сегодня, снижением расходов. Он берется за большие корпорации, которые накручивают цены. Именно на этом он собирается сосредоточиться. Президент уважает верховенство закона, он уважает независимость Министерства юстиции в проведении этого расследования. О вере в верховенство закона говорил и разоблачитель из налоговой службы. Независимо от вашей партии, я не являюсь оппозицией. Я пришел с информацией для того, чтобы вы ее изучили, провели расследование и определили, насколько оправданы ваши дальнейшие действия. Мы в одной команде, независимо от того, согласны мы по каждому политически важному вопросу. Или нет. Чем закончится расследование в отношении сына действующего президента, до сих пор неизвестно. Одно лишь понятно. Результаты точно могут отразиться на грядущих выборах. Расследование республиканцев в Конгрессе началось в прошлом месяце, после объявления о том, что Хантер Байден признает себя в совершении мелких налоговых правонарушений в рамках соглашения с федеральными прокурорами. Представители Министерства, скорее всего, пригласят на слушание на следующей неделе, после того, как Хантер Байден признает свою вину. Сергей Нерубенко, Михаил Харченко, Эдуард Клейнер, РТВАй, Нью-Йорк. К нам присоединяется Алексей Тарасов, адвокат. Обсудим, что происходит. Здравствуйте, Алексей. Можно ли рассматривать слушание в Конгрессе вообще как давление на правосудие, то, что сейчас происходит? Здравствуйте. Но, вы знаете, вообще слушания в Конгрессе обычно используются для расследования каких-то обстоятельств, для сбора свидетельств и обсуждения важных вопросов. Они могут влиять на общественное мнение и на политический климат, но напрямую влиять на правосудие вряд ли. Конечно, в определенных случаях такие слушания могут создать политическое давление, которое как-то косвенно окажет влияние на процесс принятия решения в судебной системе, но в этом случае я не считаю, что какой-то подобный результат произойдет. Вообще, если Хантер Байден признает себя виновным в совершении мелких налоговых правонарушений, могут ли республиканцы в Конгрессе инициировать, например, новое дело? И каким тогда оно будет административным или уголовным? Знаете, если Хантер Байден признается в совершении мелких налоговых правонарушений, это, по сути, конец дела, это не начало дела. То есть оно не может, это завершение уголовного процесса, и оно априори не может послужить началом какого-то нового преследования. Исключение составляют, пожалуй, те случаи, когда свидетель отказывается предоставлять какую-то информацию комитету. Тогда комитет может признать свидетеля виновным в неуважении к Конгрессу. Но это, опять же, не наш случай. Возникало в процессе этого слушания, в процессе дела, вот эти разногласия между спецпрокурором Вайсом и генпрокурором, когда спецпрокурор утверждал, что он запрашивал расширение своих полномочий, чтобы можно было и по другим штатам возбуждать какие-то уголовные дела в рамках одного места. А генпрокурор сказал, что у него вообще-то такие полномочия были. Как вообще могла возникнуть такая юридическая неразбериха? Ну, знаете, то, что происходит внутри Департамента юстиции, по большому счету, неважно, потому что Департамент юстиции – это та организация, которая предъявляет обвинение в суд. То есть решение принимает в конечном счете федеральный судья. И здесь, хотя у Хантера уже есть на руках сделка, которая заключена с прокуратурой, эта сделка может быть аннулирована федеральным судьей. То есть в конечном счете окончательное решение за судом. И это состязательная система. То есть с одной стороны выступает прокуратура, Департамент юстиции. Кто именно от Департамента выступает, будь то прокурор из округа Колумбия или спецпрокурор, это их внутренние разногласия, которые они должны сами урегулировать. То есть с точки зрения, вот я, если бы я вел это уголовное дело, то мне было бы важно знать, кто, собственно, является его инициатором, кто мой оппонент в суде. А как Департамент юстиции приходит к заключению, какого прокурора назначить, это меня как защитника это не волнует. Можно ли сказать, что это дело выглядит как одно из многих, но ход процесса меняет фамилия, собственно, фигуранта? Честно говоря, не думаю. Скорее всего, это показывает и говорит о хорошей работе адвокатов, которые представляли Байдена по этому делу. Поэтому говорить непосредственно о предвзятости, я думаю, тут сложно. Тем более, что эта проблема, проблема неуплаты федеральных налогов, она действительно касается ни одного Хантера. То есть у многих американцев эта проблема есть, и многих, как известно, вообще не преследуют. То есть это, скорее всего, исключение из правил, что человека за неуплату налогов преследуют. Спасибо большое за ваш комментарий. Алексей Тарасов, адвокат, помогал нам разобраться в деле Хантера Байдена. Мы идем дальше. Окружной суд Манхэттен отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о повторном рассмотрении иска писательницы Джин Кэрол. Ранее ей присудили 5 миллионов долларов компенсации за сексуальные домогательства. В постановлении говорится, что уголовный закон Нью-Йорка определяет изнасилование в более узком смысле, нежели общепринятое. И когда Трамп ссылался на это обстоятельство как оправдывающее, то суд эти аргументы принять не может. Тем временем топ-республиканцы высказали свое отношение к расследованиям, которые везет спецпрокурор Джек Смит. Тему продолжит мой коллега Данил Русаков. Уголовное дело Трампа о событиях в Капитолии 6 января продолжают обсуждать на всех уровнях. За подозреваемого экс-президента вступился главный республиканец палаты представителей, а заодно и ее спикер Кевин Маккарти. С коллегами-однопартийцами он решительно солидаризировался, заверяет преследование бывшего главы Белого дома, как ему кажется, носит надуманный характер. Какой преступной деятельностью он занимался? Он велел людям вести себя мирно. Я считаю, что это было так. У нас сейчас проходит слушание, и в них задействованы сразу три комитета. Допрашивают двоих осведомителей из налоговой службы. Если вы их видели, то задайте себе вопрос, заслуживает ли все происходящее доверие. Ранее по другому уголовному делу, которое должны заслушать в федеральном суде Флориды, и председательствующая, вопреки ходатайствам прокуроров, дала понять, в декабре процесс над Трампом о ненадлежащем хранении секретных бумаг не начнется. Адвокаты обвиняемого попросили сдвинуть срок куда-то аж за выборы 2024-го. Но судья Эллен Коэн четких временных сроков в итоге так и не назвала. Обещала проинформировать позже в письменной форме. Юристы, покинувшие административное здание, на комментарии тоже поскупились. Главный фигурант уголовных дел, сейчас их насчитывается уже три, и тем временем продолжает то, что он сам называет предвыборной гонкой. Ездит и агитирует за себя по стране. Одно из последних выступлений произошло в штате Айова. Я просто хочу поблагодарить вас, штат Айова, потому что мы выиграли дважды, как вы знаете. И мы собираемся выиграть снова, и мы собираемся выиграть по-крупному. Мы далеко впереди на первичных выборах, и мы далеко впереди в общем зачете. Там же, в городке Сидор Рапиц, экс-глава Белого дома, пообщался с журналистами телеканала Fox News. В интервью Шону Хэннету он предложил свой, не слишком подробный план окончания войны в Украине. Я бы сказал Путину угомонись, я бы сказал Зеленскому угомонись, я бы сказал одному, что ты собираешься обложиться деньгами, я бы сказал другому, ты не получишь никаких денег. Я бы добился урегулирования в течение одних суток. После этого спича Трамп не применил сообщить, что у него хорошее отношение с нынешним главой Кремля. Личность непоступки экс-руководителя Белого дома вызывает разногласия не только в демократической, но и в его родной, республиканской партии. Консолидированная позиция консерваторов, уголовные дела не обоснованы, но политическая программа Трампа вызывает очень много вопросов. Об этом в том числе высказался еще один потенциальный номинант на выборы и, как считается, главный конкурент Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Есть разница между тем, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности и делать то, что он делал в Белом доме. Ему следовало бы высказаться более решительно, но пытаться криминализировать его действия – это совсем другой вопрос. И я думаю, что мы не хотим оказаться в такой ситуации, когда одна из сторон постоянно пытается посадить другую сторону в тюрьму. Так или иначе, но с помощью своих соцсетей Трамп уже заявил. Он не исключает, что его возьмут под стражу по новому уголовному делу. Расследованием роли экс-президента в событиях 6 января в Вашингтонском Капитолии занимается уже хорошо известный спецпрокурор Джек Смит. Впрочем, даже если Трамп предстанет перед расширенной коллегией присяжных, это вовсе не означает, что приговор он будет дожидаться за решеткой. На старте двух предыдущих процессов ему вообще не избирали меру пресечения. Но вот что известно наверняка, к третьему уголовному может легко добавиться четвертое. И связано оно, по всей видимости, будет с попытками Трампа оспорить результаты выборов 2020 года. Данил Русаков, Михаил Харченко, Александр Ковалев, РТВА, Нью-Йорк. Обсудим. К нам присоединяется Мэтью Уилсон, профессор политических наук Южного методистского университета. Здравствуйте. Вот на Ваш взгляд, чем продиктована такая позиция республиканцев, и в том числе тех, кто публично критикует Трампа? Боязнь ли это допустить прецедент, либо попытка не разозлить консервативный электорат, который до сих пор широко, собственно, поддерживает возвращение Трампа в Белый дом? Я думаю, действительно есть озабоченность республиканской базы, база электората, которая голосует за Трампа, поэтому республиканцы в Палате представителей озабочены. Плюс никто изначально не думал, что притязание на импичмент Трампа легитимно изначально. Так что большинство республиканцев в Палате выступают против импичмента и против уголовных дел. Так что есть определенные изменения насчет подобных вопросов, и символические порицания импичмента, это уже становится традицией. А в условиях, когда Трамп окажется в буквальном смысле обложен уголовными делами, открывает ли это возможность для Десантеса занять его нишу, на которую он так претендует? Если Трамп действительно выйдет из гонки, то Десантес сразу станет фаворитом. Мне кажется, в краткосрочной перспективе, конечно, об этом рассуждать из сроду научной фантастики, но интересный момент в том, что большинство сторонников Трампа, бывших, которые начали в нем сомневаться, по факту вернулись к Трампу, потому что очень недовольны тем, что делает Байден, и Десантес на самом деле сейчас в прогрешной ситуации. Ему нужно быть осторожным, поскольку в основном электорате республиканской партии спрос на критику Дональда Трампа не такой уж, на самом деле, и высокий. Так что Десантесу это потихоньку связывает руки. Это, знаете, сыграет с ним злую шутку, возможно. А можно ли вообще каким-то образом понять, какие фигуры сейчас более востребованы в среде консервативно настроенных избирателей? Потому что есть умеренные республиканцы, как их еще называют, рейгановского типа, Ники Хейли, Майк Пенс, и каковы тогда вообще их шансы? Честно говоря, шансы у них минимальные. Очевидно, что республиканская партия очень сильно изменилась за последнее время, и те кандидаты, которые апеллировали чувством у избирателей в 90-е и начале 2000-х, это на самом деле не те кандидаты, которые сейчас соответствуют лейтмотиву республиканской партии. Есть спрос на изоляцию, есть спрос на протекционизм, и также есть спрос на агрессивный стиль, такой, как у Трампа. Значит, такой стиль всем назло. И у Трампа на самом деле все эти составляющие есть, а вот у Пенса и других умеренных республиканцев этого нет. Так что те политики, которые собой олицетворяли Рейган и Джордж Буш, им сейчас не так уж и легко. И последний мой вопрос, как вы оцениваете шансы того, что обилие уголовных дел может создать эффект, как будто бы Трамп стал так называемой жертвой, и наоборот, внимание к его персоне и сочувствие электората лишь наоборот возрастут? Да, это абсолютно точно так и есть. И новое обвинение Трампа, если что-то и сделали, так это укрепили его позицию в республиканской партии. Большинство республиканских избирателей теперь считают, что на Трампа все нападают абсолютно не по заслугам, что он идет против эстеблишмента, что он ратуется за простых избирателей, а не за какие-то там партийные интересы, и за интересы государства. Он себя противоставляет глубинному государству в том числе, и если уж что-то эти криминальные притяжания демократов и делают, так это укрепляет базу республиканцев. Спасибо большое за ваши подробные комментарии. Мэтью Уилсон, профессор политических наук Южного методистского университета, был в нашем эфире. Всего доброго. А мы на этом прервемся на короткую рекламную паузу, и затем американский сквозной эфир продолжится. Это сквозной американский эфир из Нью-Йоркской студии RTVI. Мы продолжаем, прежде чем мы перейдем к основным темам. Главные новости дня коротко. Заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны КНДР. Об этом говорится в заявлении министра обороны КНДР Кан Суннама. Пентагон сконцентрируется на ремонте уже отправленной Украине военной техники, а не на новых поставках, заявил изданию «Политика» замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте. По информации издания, поддержание в рабочем состоянии оборудования стоимостью миллиарда долларов является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, возглавляемой США, Польшей и Великобританией. В центре Окленда в Новой Зеландии неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли два человека, еще шестеро пострадали. Трагедия произошла накануне проведения чемпионата мира по футболу. 340 тысяч работников UPS могут объявить забастовку в конце месяца, если между компанией и членами профсоюза не будет достигнуто соглашение о контрактах сотрудников. UPS частично согласилась на уступки, так компания установит кондиционеры или вентиляторы в автомобиле сотрудников, а также внесет изменения в свою систему оплаты труда. Проснуться миллиардером житель Калифорнии сорвал джекпот Powerball в 1 миллиард долларов. Выигрышный билет продали 19 июля в Лос-Анджелесе. Это шестое по величине крупный выигрыш в истории США и третий в истории Powerball. В штате Массачусетс 39-летнему Стэйси Мари Лоутону, биологическому мужчине, идентифицирующему себя как женщину, было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации детей. В релизе окружного прокурора говорится, что Лоутон действовал по предварительному сговору с бывшей любовницей Линдси Грофс. Как показало предварительное расследование, подозреваемые отправили друг к другу более 10 тысяч текстовых сообщений, включавших обсуждение и передачу откровенных фотографий малолетних, которые Грофс делала в детском саду, в котором работала воспитателем. Общественность штата произошедшим возмущена. Тут факт, что один из подозреваемых трансгендер вызывает очередную волну нетерпимости по отношению к представителям ЛГБТ. В последнее время это становится проблемой по всей стране. В разных штатах принимаются законы, направленные против меньшинств. Буквально два дня назад законодательный орган Луизианы проголосовал за отмену ВЕТА на закон, запрещающий гендерную терапию несовершеннолетних. Лиза Каймин продолжит. Голосование по преодолению ВЕТА губернатора Луизианы Джона Белла Эдвардса набрало необходимые две трети голосов. С результатом 75 за и 23 против в Палате представителей штата закон 648, известный как Акт о защите детей, вступит в силу 1 января следующего года. Внесенный членом Палаты представителей республиканцем Гейбом Фирментом документ запрещает врачам назначать гормональную терапию и блокираторы полового созревания несовершеннолетним, а также проводить хирургические процедуры по смене пола. Коллеги, законопроект Палаты представителей 648 просто защищает детей в Луизиане от вреда, прекращая использование экспериментальных и необратимых химических и хирургических медицинских процедур для детей, страдающих от психического заболевания, называемого гендерной дисфорией, когда дети испытывают дискомфорт по поводу своего биологического пола. Законодательное собрание штата приняло этот документ еще в июне, но губернатор-демократ Джон Эдвардс наложил на него ВЕТА. ВЕТА Эдвардс накладывал, мягко говоря, неоднократно, но опрокинуто оно оказалось лишь второй раз, о чем региональный глава сообщил на своей официальной странице в интернете. За 8 лет работы в качестве губернатора-демократа при республиканском законодательном органе я наложил 319 ВЕТА. Более 99% этих ВЕТА были поддержаны. Как правило, нам удавалось найти общий язык для продвижения Луизианы вперед. Сегодня мое ВЕТА на законопроект было отменено во второй раз. И этот закон без необходимости наносит вред очень небольшой группе уязвимых детей, их семьям и медицинским работникам. Я ожидаю, что суды отменят и этот антиконституционный закон. Преодоление ВЕТА стало возможным благодаря поддержке закона некоторыми демократами. Семеро однопартийцев-губернаторов в Палате представителей проголосовали за то, чтобы документ за номером 648 вступил в силу. Их менее консервативные коллеги обрушились на коллаборационистов с критикой. Этот закон лишает родителей их прав. Я повторяю, что это лишает родительских прав. Мы неоднократно слышали термин «родительские права» на протяжении всей сессии, даже сегодня. И вот, что делает этот законопроект. Он утверждает, что родители не знают, что в интересах их детей и что лучше для их детей. Стоит отметить, что на том же заседании республиканцам не удалось преодолеть два других ВЕТА Эдвардса. На законопроект, запрещающий обсуждение сексуальности с детьми в государственных школах и на то, что требовало от учителей государственных школ использовать только те местоимения и имена, которые соответствуют данным учащихся в свидетельстве о рождении. Тем не менее, Луизиана станет 20-м штатом, в котором запрещена смена пола несовершеннолетними. Это исключительно регионы, где большинство в местном законодательном органе принадлежит республиканцам. Губернатор Эдвардс уже заявил, что оспорит решение местных депутатов в суде. При этом своего поста он может вскоре лишиться. В этом году в Луизиане пройдут региональные выборы, а текущие опросы показывают, что соперник Эдвардса, генеральный прокурор-республиканец Джефф Лендри, лидирует с большим отрывом. Лиза Каймин, Михаил Харченко, Егор Кочуров, Артевиа Нью-Йорк. К другим темам. Северная Каролина пострадала от разрушительного торнадо, ставшего еще одним звеном в череде экстремальных погодных явлений, обрушившихся на США. Пострадали не менее 10 человек. В среду смерч серьезно повредил крупный фармацевтический завод компании Pfizer в городе Рокки Маунт в этом штате. По словам шерифа округа, Нэш Кейта Стоуна с огромных зданий завода была сорвана часть крыши. Кроме того, ветер разбросал 50 тысяч палет с медикаментами, хранившимися на складах. На время шторма было прервано сообщение по участку автомагистрали 95. Между тем в Пенсильвании шестой день продолжаются отчаянные поиски двухлетней Матильды Мэтти Шейлса и ее девятимесячного брата Конрада Шейлса. Детей унесло из автомобиля в пригороде Филадельфии во время наводнения. Семья из Чарльстона гостила тому друзей. По словам полиции, отец детей Джим Шейлс схватил их четырехлетнего сына, а мать Кэти Селли и бабушка схватили других детей. Шейлс и его сын смогли добраться до безопасного места, но Селли и бабушка унесло потоками воды. По данным офиса коронера округа Бакс, бабушка выжила, но мать погибла на месте. Последнее обновление. Двое детей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Мы продолжаем поиски все эти дни. Спасательная операция включает в себя наземный поиск, а также поиск в воде. Мы также привлекли кинологов с собаками. Если поиски не увенчаются успехом, мы начнем подводную операцию. Дальше мы уже будем действовать по обстановке. Накануне властям пришлось сделать перерыв из-за ухудшения погоды. Сегодня к делу подключились дайверы. Начальник пожарной службы поселка Аппер Мейкфилд Тим Брюер сообщил журналистам, что после сегодняшнего дня поиски перейдут в режим подводных погружений, начиная от устья реки Делавер. Около ста официальных лиц, а также беспилотники и служебные собаки продолжают прочесывать местность. Сейчас к нам присоединяется Игорь Горский, эксперт по фармацевтической индустрии из Балтимура, штат Мэриленд. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Возвращаясь к Файзеру и разрушительному смерчу, судя по картинке, которую мы видим, завод серьезно разрушен. Что вообще там производилось? Можно ли теперь сказать, что производство полностью остановлено? Во-первых, спасибо, что пригласили. И можно сказать, что производство остановлено, поскольку то, что мы видим на картинке, то, что я сегодня узнал из самого места, где это произошло, разрушен склад. На складе хранятся все те вещи, которые идут в лекарства, все ингредиенты, а также и ампулы, которые выпускает завод. Завод – это старый завод компании «Хаспира», который Файзер купил в 2015 году. И выпускают они ампулы. Это очень важный завод для Соединенных Штатов. Привязательно 25% всех внутривенных лекарств, которые администрируются в госпиталях в Соединенных Штатах. Вот мы видим, идет картинка, мы видим, что это склад. То есть, по крайней мере, то, что производилось и там хранилось, уже восстановлению явно не подлежит. Есть уже какие-то предварительные оценки по потерям? Ну, я из того, что я знаю, я могу сказать, это не менее 100 миллионов долларов, что там на складе хранилось. То есть, это не менее. Что хорошо, что сам завод не пострадал, то есть само производство не пострадало. Это было бы еще хуже. Но обычно такие предприятия, они работают над такими как бы восстановлением после таких программами, над программами, которые по восстановлению после таких аварий. То есть, это уже как бы запланировано в самой программе. В страховке? Ну, это не страховка, нет. Это завод вырабатывает программу, что делать в подобных... А, в случае критической ситуации. В случае критической ситуации. Успеют ли американцы заметить это, отразится ли ситуация на рынке лекарств в США? Да, это очень хороший вопрос. Думаю, что будет... То есть, сейчас некоторые люди говорят о том, что будет довольно длительная проблема нехватки. Я так не считаю. Поскольку есть несколько других предприятий, таких как Hikma английская и Fresenius немецкая. И сам Pfizer. У них еще есть завод в Коломазу, который в 4 раза больше этого завода. Вот. Только они выпускали Injectables, то есть и внутровенные, на этом заводе практически все. Но я так думаю, что у них есть перевод на завод Коломазу. Так что, я думаю, что... Вполне возможно, удастся, по крайней мере, избежать катастрофы. Да. Спасибо большое за ваш... Да. Хотели что-то еще добавить? Да. Я думаю, что индустрия и пациенты не пострадают. И это уже хорошая новость. Спасибо, Игорь Горский, эксперт по фармацевтической индустрии из Балтимора, Мэри Лэнд. И у нас еще один эксперт, это Ник Кабелев, пожарный из штата Нью-Йорка. Здравствуйте, Ник. Спасибо, что нашли время. Привет. Что такое, возвращаясь ко всем этим торнадо, что такое торнадо категории ИФ-3? И какие вообще бывают градации ураганов? Да, существует шкала, международная улучшенная шкала Фудзиты на данный момент используется. Там шесть категорий от нуля до пяти. Чем выше номер, тем больше ущерб, соответственно, тем больше скорость ветра. Тот торнадо, который вот сейчас мы наблюдали в Северной Каролине, он в третьей категории. Это, скажем так, середнячок. Но нужно понимать, это соответствует сильному урону. И при такой категории торнадо, грубо говоря, срывает крыши у хорошо построенных домов. Даже у уже хорошо построенных домов. Поэтому это довольно серьезная вещь. На торнадо такой силы приходится всего 2 с небольшим процентом всех торнадо. А грозит ли, вообще возможно ли стихия подобного рода, удар стихии в штате Нью-Йорк? Бывают ли здесь вообще торнадо, где мы находимся? Да, у нас торнадо здесь бывают тоже. Они, конечно, не столь частые, как в некоторых других частях нашей страны. Однако, тем не менее, ведется статистика с 50-го года. Существуют карты, на которые можно посмотреть, причем в открытом доступе, истории всех торнадо. И там, кстати, видно, что торнадо в Нью-Йорке даже было несколько торнадо четвертой категории, то есть еще более мощной. Пятой категории не было у нас никогда. Пятая категория называется невероятный урон. То есть, когда разрушаются даже очень хорошо построенные дома. Таких у нас не было. В целом, для Нью-Йорка характерны торнадо первой и второй категории. То есть, такие, которые наносят либо умеренный, либо значительный урон, но не разрушают хорошо построенные дома. Мой последний очень короткий вопрос. Что делать, если торнадо застал человека дома, в машине, неважно, где самое безопасное укрытие? Самое безопасное укрытие – это любые железобетонные здания, подвалы. И ни в коем случае нельзя вестись на вот эту легенду о том, что в машине можно спрятаться под мостом. Под мостом скорость ветра еще больше за счет туннельного эффекта. Те, кто пытаются найти убежище под мостом, там приводят к гораздо большим последствиям. Если на открытой местности вас застало, то любая канава, любое углубление спасает. В общем, нужно прятаться. Спасибо большое. Будем надеяться, нам не придется это испытать. Ни Кабелев, пожарный штат Нью-Йорк, автор книги «Пожарная разведка. Стратегия, тактика и культура». Мы идем дальше. Нетфликс и другие киностудии очень заинтересованы в достижении справедливого соглашения с бастующими актерами и сценаристами. Такое заявление спустя несколько дней после начала бойкота, обращаясь к инвесторам, сделал глава компании Тед Сарандес. Спор, напомню, в основном идет вокруг системы оплаты труда, которую используют такие гиганты стриминговых сервисов, как Apple, Amazon, Netflix, Disney и другие. Кроме того, камнем преткновения стало ускорено развитие технологии искусственного интеллекта, который в скором времени может сначала отнять кусок хлеба, а потом и вовсе оставить тех же сценаристов без работы. Позвольте мне внести ясность. Забастовка – это не тот результат, к которому мы стремимся. Мы постоянно заключаем сделки, ведем переговоры со сценаристами, режиссерами, актерами, продюсерами, со всеми представителями отрасли. Безусловно, с профсоюзами. Я помню их с детства. Они всегда были частью нашей жизни. Я даже помню забастовки, в которых много лет назад участвовал мой отец. Знаете, почему помню? Потому что в первую очередь это наносит огромный ущерб финансовой и эмоциональной вашей семье. Никто из вас, я имею в виду альянс продюсеров кино и телевидения, не относится к этому легкомысленно. Мы стремимся достичь соглашения как можно скорее. Такого, которое было бы справедливым и которое помогло бы профсоюзам, отрасли и всем двигаться вперед. Кстати, Сарандес отклонил вопрос о том, как долго Netflix может продолжать выпускать новые сериалы и фильмы, если забастовка затянется на несколько месяцев. Однако, по словам аналитиков Института Милкина, ущерб от него может составить более 4 миллиардов долларов в год. А последствия затронут не только США, но и Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны. Обсудим подробнее. Джонатан Хэндл, адвокат в сфере индустрии развлечений из Лос-Анджелеса, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Спасибо. Справедливы ли оценки в плане потери индустрии в 4 миллиарда долларов за год и вообще выдержат ли их стриминговые сервисы в том числе? Да, теоретически 4 миллиарда это здравая оценка, хотя, конечно же, тут может быть разногласия в оценках. Если сравнивать, например, с забастовкой, которая была 20 лет назад, то потери были где-то 20-30 миллионов долларов в день. Но, естественно, корпорации, такие как Netflix, имеют фирменсовых аналитиков, которые все смоделируют, за это не волнуйтесь. Что касается подробностей данной забастовки, Netflix, Amazon и так далее, у них сейчас огромное количество денег запрятано в закромах, а вот у писателей и актеров, я вас уверяю, денег в запасах не так уж и много. Так что ситуация такая себе. То есть, по-вашему, довольно справедливое утверждение, что с актерами и сценаристами все это время, извиняюсь за тавтологию, несправедливо обращались эти стриминговые сервисы? Что ж, переход на стриминг был очень и очень быстрым и разрушительным для индустрии. И сценаристов и актеров данный переход сделал еще более уязвимыми. С инфляцией также рост зарплат никак не соотносится. Инфляция, напомню вам, 6-7% в год. Например, роялтис, которые платят актерам за использование их образа на различных платформах, не соответствуют даже таким цифрам. Например, если вы человек, который писал сценарий для такого популярного шоу, как Среда, Wednesday, где вот эта девушка танцует, там выплаты никак не соответствовали той популярности, которую данный сериал заработал. Так что, не забывайте, мы с вами рассуждаем не о суперзвездах, таких как Брэд Питт, которых все знают. У них у всех свои личные договоры на миллионы долларов. Мы с вами говорим о простых работягах индустрии, которых насчитывает десятки, если не сотни тысяч. Насколько вообще имеет ли право Netflix и другие компании обратиться с какими-либо исками из-за тех потерь, которые они сейчас несут из-за этой обостовки? Насколько юридически это возможно? Нет, судить Netflix никого не сможет. Это право, прописанное в федеральном законодательстве. Если есть контракт между профсоюзом и работодателем, то забастовка — это законное право. И никто судить профсоюз актеров и сценаристов не может. Это законное абсолютно право, и оно гарантировано федеральным законодательством. Это единственный, в принципе, способ выбить больше зарплаты. А на какое время Netflix и другим стриминговым сервисам может хватить тех материалов, которые уже есть для показа? И когда вообще ждать пустоты в телеэфире, в стриминговом? Сложно, на самом деле, сказать. Это высокозасекреченная информация. Могу лишь сказать, что от компании к компании эта информация будет очень сильно разниться. Например, вот вы условный Netflix, и вы можете сказать, «О, никто не видел еще очень странные вещи, Stranger Things, вот мы сейчас запустим их еще раз, будем рекламировать и так далее, и так далее». Как-то пытаться таргетировать тех людей, которые проявляют интерес. И плюс можно будет перейти на другие способы забить эфир, например, какие-то ток-шоу или спортивные трансляции. Там никаких сценариев и актеров не нужно. Спасибо большое за ответ. Джонатан Хэндл, адвокат в сфере индустрии развлечений из Лос-Анджелеса, был с нами на прямой связи. Я на этом прощаюсь. До завтра. Впереди наша рубрика без комментариев, затем программа «Дежурный» по Нью-Йорку. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...